В Нур-Султане В Узбекистане вводят цензуру в сети. Согласно новым правилам, блогеры и СМИ в течение 24 часов должны удалять непонравившийся агентству информации массовых коммуникаций материал. Информация, противоречащая законодательству, она может обернуться просто настоящей цензурой. Это могут быть просто какие-то негативные, критические материалы. Кыргызстанские власти хотят пересадить госчиновников на электромобили. Как это сделать в условиях полного отсутствия инфраструктуры, непонятно. Нужна хоть какая-то инфраструктура, где люди могли бы заряжаться. Второй вопрос, как я буду ездить на Искуль. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Нур-Султане судят 14 вернувшихся из Сирии казахстанцев. По версии следствия, все они являются бывшими боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Подсудимые ранее были возвращены в рамках спецоперации казахстанских властей «Жусан». Сегодня прокурор зачитал поистине шокирующие детали дела. О них расскажет Шалпан Разбекова. Судебный процесс по делу возвращенных из Сирии казахстанцев проходит в открытом режиме на территории одной из колоний в Нур-Султане. По данному делу проходят 14 фигурантов, но на скамье подсудимых находятся только 13. Одного подозреваемого допрашивали в режиме онлайн из больницы. В Казахстан его доставили с ранением. По словам его адвоката, он все еще находится в тяжелом состоянии. Состояние от Калиева очень тяжелое. Нижняя часть его тела парализована. Он не ходит. Из его тела еще не извлекли все осколки, не вытащили. Какое бы преступление человек не совершил, у него есть права. Мы просили его присутствия на суде, но эти права нарушаются. Судебный процесс начался в 10 утра и затянулся до вечера. Журналистов в зал заседаний не пустили. Наблюдать за процессом им пришлось через мониторы в соседних кабинетах. Распорядители объяснили это соображениями безопасности на скамье, по версии следствия, бывшие боевики. 13 подсудимых за пулей непробиваемым стеклом вели себя не агрессивно. Вину свою признали, но отметили, что только частично. У них были свои объяснения. В деле говорится, что я снимал на видео, агитировал людей. Это неправда. С этой статьей я не согласен. Я не занимался агитацией и вербовкой. Согласен только с участием. Мне отец говорил, что надо участвовать. Это мне будет засчитано. Поэтому я и участвовал. Вынужденно. Есть статьи, с которыми я согласен, есть статьи, с которыми я не согласен. Но это потом. Первый же день процесса шокировал подробностями дела, которые озвучил прокурор по обвинительному акту. Следствие доказало, что подсудимые отрезали головы захваченным в плен людям. Все они, с точки зрения экстремистов, были кафирами, то есть неверными. Впоследствии отрезанные головы оставлялись на улицах захваченных населенных пунктов на семь дней, чтобы вселить страх в местных жителей. Один из 14 подсудимых даже сфотографировался на фоне убитых и распространил эти кадры в социальных сетях. Вот что заявил прокурор Мурат Идиль. После вооруженного столкновения в сирийских городах, в то время, когда члены исламского государства потерпели поражение, сторонники отрезали головы четверым людям, которых они считали кафирами, иноверцами. Они оставили эти головы на улицах на семь дней, чтобы вселить страх в местных жителей. Член террористической группировки Жансигиров сфотографировался на фоне голов. На одну из голов он наступил ногой, в руке держал оружие. Фотография распространилась в интернете. Родные подсудимых пока никак не комментируют происходящее. Говорят, что пока в силах только наблюдать за судебным процессом. А с какого года он там находился? Подсудимым предъявлено обвинение в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений. Напомню, операция ЖУСАН проводилась в несколько этапов. В итоге сотрудники комитета национальной безопасности совместно с другими госструктурами вернул из Сирии 595 казахстанских граждан. Среди них было более 400 детей. 10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных уже приговорены к разным срокам лишения свободы. Шелпан Уразбекова, Ганизато Спанов и Павел Ингельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. Двух этнических казахов, которые ранее заявили о побеге из китайского Синьцзяня, водворили в СИЗО. Об этом сообщил их адвокат Ляза Тахатова. Кастера Мусаханулы и Мурагира Алимулы подозревают в незаконном пересечении государственной границы. По словам их адвокатов, внеплановое заседание суда состоялось в городе Зайсан. Изначально суд назначили на понедельник, 21 октября, однако провели его на день раньше с участием госадвоката по назначению. Для Ахатова это стало полной неожиданностью, поскольку ее об этом не предупредили. Председатель суда аргументировал решение тем, что избрание меры пресечения должно быть принято не позднее 48 часов с момента фактического задержания. Ляза Тахатова содержание по страже своих подзащитных считает слишком суровой мерой. Пересечение границы само по себе относится к преступлению средней тяжести, а взятие их под стражу на два месяца – это тяжелое наказание. Мы все это должны были озвучить на суде, где рассматривалась мера пресечения. Но это не приняли во внимание на суде, и решение было односторонним. Об этом я написала в апелляционной жалобе в областной суд. Оказывается, их взяли под стражу, пока я была в дороге. Я напомню, Кастер Мусы Ханулы и Мурагер Алимулы заявили, что 6 октября перешли казахско-китайскую границу в Восточно-Казахстанской области и прибыли в Алматы и попросили убежища. В эти минуты в Сочи продолжается встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. Вместо запланированных двух часов главы государств общаются уже более пяти. Переговоры Путина и Эрдогана проходят на фоне обострившегося в последние дни сирийского кризиса. Еще перед началом официальной встречи Путин назвал обстановку в этой стране сложной и выразил надежду на то, что уровень российско-турецких отношений сыграет свою роль в урегулировании спорных вопросов. Президент Сирии Башар Асад обвинил официальную Анкару в желании занять северную часть сирийской территории и похитить ее природные богатства. Эрдоган, в свою очередь, настаивает на полном выводе курдских формирований с подконтрольных сирийским войскам территорий. Официальные итоги переговоров появятся позднее. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если США не выполнят своих обещаний, Турция продолжит наступление на сирийских курдов. А в Вашингтоне отметили, что готовы к военной операции против Турции, рассказывает Александр Касаткин. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США готов к военным действиям против Турции, однако предпочитает дипломатические пути. Сам Дональд Трамп рассказал, что хочет оставить в Сирии только несколько сотен американских солдат для охраны нефтехранилищ. Теперь, что касается ИГИЛ. Когда я вступил в должность в ноябре 2016 года, ИГИЛ было повсюду. Я один. Именно я и моя администрация работали с другими силами, включая курдов. Именно мы захватили всех этих людей, о которых вы говорите сейчас, потому что президент Обама устроил бардак. Я тот, кто знает об этом больше, чем вы, или какие-то другие люди, или фальшивые эксперты. Пять дней назад Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке операции «Источник мира». Курдские отряды, входящие в коалицию силы демократической Сирии, должны покинуть район пограничной зоны безопасности. Ее пытается создать на сирийской территории Турция, которая считает курдские формирования террористическими. «Согласно информации, которую я получил от моего министра обороны, около 800 курдских бойцов уже выведены. Всего уйдут около 1300. Они продолжают выходить. Они подтвердили, что уйдут. Мы следим за этим». Как передает сирийское агентство САНА, Башар Асад сегодня побывал на линии фронта в провинции Идлиб и там обвинил турецкого коллегу в экспансии. «Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо. А теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами». За время войны в Сирии в Турцию сбежали около трех миллионов сирийцев. Анкара заявляет, что планирует вернуть два миллиона беженцев после создания приграничной зоны безопасности. При этом только с момента начала турецкой операции еще более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. «Теперь будущее исчезло, мы потеряли наше будущее. Год учебы в колледже потерян. Я была вынуждена сбежать, чтобы спасти мою мать и детей». Министр обороны ФРГ Анна Грет Крамп Каренбауэр в интервью газете «Zut Deutsche Zeitung» предложила вариант решения конфликта. Она считает, что можно создать зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России. Александр Косоткин. Настоящее время. Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана, которое находится в непосредственном подчинении президенту страны, хотят наделить полномочиям контролировать не только контент местных СМИ, но и комментарии местных интернет-пользователей под их публикациями во всемирной паутине. Согласно проекту постановления кабинета министров Узбекистана Агентства информации и массовых коммуникаций, наделяется полномочием контролировать информацию в интернете и уведомлять владельцев сайтов, СМИ и блогеров о размещении на их страницах запрещенного с точки зрения агентства контента. Согласно новым правилам, владельцы сайтов и блогеры не позднее, чем через 24 часа с момента получения уведомления, обязаны удалить непонравившийся агентству материал и оповестить об этом контролирующий орган. Несмотря на то, что новые функции пока находятся только на стадии обсуждения, руководство агентства информации и массовых коммуникаций начало рассылать уведомления местным СМИ. О проекте постановления к обмину Узбекистана мы поговорили с главой узбекского форума по правам человека Умидой Ниязовой. Правозащитницы удивили план агентства информации и массовых коммуникаций. По ее мнению, это потребует огромных финансовых затрат. Первое, что мне пришло в голову, когда я начала читать этот текст постановления, это то, что как много ресурсов они собираются тратить на то, чтобы удалять информацию, которая им не нравится. Потому что оно предполагает, что будут мониторить не только веб-сайты, допустим, медиа, но и мессенджеры, и даже комментарии, которые потом должны быть удалены в течение 24 часов. То есть можете представить себе такой огромный поток информации в интернете. Тем более Узбекистан, да, 33 миллиона человек, и интернет стремительно развивается, и они собираются регулировать вот этот огромный поток информации, потому что им не нравится, что вот в комментариях или, допустим, блогеры пишут какую-то негативную информацию про них. Умеда Ниязова говорит, что подконтрольная президенту структура уже сейчас диктует информационную повестку в узбекистанских СМИ, прессе даны определенные рамки, за которые она не осмеливается выйти. У нас есть достаточно много фактов уже, совершенно как бы таких достоверных, ясных фактов того, что агентство осуществляет цензуру. Например, в прошлом году был опубликован очень большой доклад о коррупции, связанной с фирмами Хакима. Руководителя города Ташкента было выявлено 67 подставных фирм, аффилированных с ним. Это связано с огромнейшим строительным проектом, который называется «Ташкент-Сиги» – самый крупный проект в истории Узбекистана. Так вот, ни одно узбекское СМИ об этом не написало. То есть вы можете сделать вывод о том, что, конечно, если мы сравниваем с каримовскими временами, то сейчас намного лучше. Но если объективно смотреть, конечно, есть свой потолок. Естественно, вы не можете себе позволить никаким образом критиковать президента или членов его семьи. Это совершенное табу. Можно критиковать до уровня руководителя областей. И то, я думаю, что эта критика, она, скорее всего, тоже санкционирована. Такая критика допускается. Но не более того. В Кыргызстане требуют снизить избирательный порог для партий, которые хотят пройти в парламент. Согласно новым поправкам, он равен 9%. Эксперты полагают, что это слишком высокий электоральный барьер. Джебек Бегалеева продолжит. В Кыргызстане требуют снизить электоральный барьер. Дело в том, что на выборах, которые пройдут в следующем году, политические объединения должны набрать как минимум 9% от общего числа проголосовавших. И только тогда политическая сила сможет быть представлена в законодательном собрании. Сегодня политологи, юристы, общественные деятели и активисты собрались вместе за круглым столом. Эксперты Шенбека-Дербеков, который хорошо разбирается в выборном законодательстве, считают, что для страны, в которой насчитывается всего 2 миллиона 300 тысяч избирателей, повышать электоральный барьер до 9% недопустимо. Если все останется как есть, Джугур Кукинеш, по его мнению, не пройдут новые партии. Бог с ним. Президент приведет двух своих партий. Единолично будет править со всеми. Вся оппозиция, все иное мнение останется где? На улице. И этого должен бояться сегодня 9% не сколько мы, сколько сам президент. Потому что он может попасть, желая монопольно взять всю полноту власти, может попасть в такую ситуацию, революционную ситуацию. Надо вспомнить, все же, это же Кыргызстан, это же Кыргызы же. Кадыр Беков, который, кстати, после одной из Кыргызских революций два дня одновременно исполнял должности президента и премьера, полагает, что каждый раз волнения начинались именно после того, как власть брала парламент полностью под свой контроль. Сейчас избирательный порог для партии, которые хотят получить депутатские мандаты, составляет 7%. Некоторые участники предлагают убрать ей этот ценз. Будет правильно, если у всех будут равные возможности, особенно для новых, молодых партий, так как у них нет таких административных или финансовых рычагов. И все-таки, как сами депутаты сегодня признали, это наследие указания аппарата президента Атамбаева. И в данный момент многие вот эти инициативы были дискредитированы дискредитированы самими же депутатами, они в них не верят. Я думаю, что они, но почему-то они держатся за эти 9%, я думаю, это потому что это удобно. Кстати, если это требование ввели бы раньше, то две из шести партий, которые сейчас представлены в парламенте, не смогли бы получить свои депутатские мандаты. А еще раньше, в 2010 году, выборы бы вообще не состоялись, потому что ни одна из партий тогда не смогла преодолеть 9% барьер. Смотрите далее в нашей программе. Кыргызстанские власти хотят пересадить госчиновников на электромобили. Как это сделать в условиях полного отсутствия инфраструктуры, непонятно. Нужна хоть какая-то инфраструктура, где люди могли бы заряжаться. Второй вопрос, как я буду ездить на Искурь. Тело дочери посла Ирана в России Арифьех Сынаи нашли под окнами ее московской квартиры. Этому есть свидетели. Судя по всему, речь идет о самоубийстве. Однако в посольстве категорически это отрицает. Подробность у Алексея Александрова. Тело дочери посла Ирана в Москве Арифьех Сынаи нашли утром во дворе вот этого дома в Подсосинском переулке. Это самый центр Москвы и посольство Ирана находится отсюда в трех минутах ходьбы. Тело нашли рядом с вот этой припаркованной машиной Рено Дастер. У машины помята задняя правая стойка, а на асфальте рядом с ней остались следы крови. Днем это место уже не было оцеплено. На газете «Московский комсомолец» один из прохожих рассказал, что девушка была одета по-домашнему в джинсы и легкую кофточку. По факту смерти дочери иранского посла полиция проводит проверку. Версия самоубийства рассматривается. Журналисты при этом сообщают, что девушка жила на две страны и в последний раз приехала в Россию четыре месяца назад. А перед этим в Иране посещала психолога и принимала антидепрессанты. В посольстве Ирана в Москве при этом сегодня сообщение о самоубийстве Арифех Санаи назвали провокацией. Заявили, что девушка якобы умерла накануне из-за сердечного приступа. Ей было 28 лет. Алексей Александров, Игорь Дорошенко. Настоящее время. Москва. Сегодняшнего дня в аэропорту Душанбе будет осуществляться радиационный контроль, специальное оборудование, подарок от Министерства энергетики США. В таджикских месторождениях урана содержится по разным данным от 14 до 40% мировых запасов. И таким образом США помогают Таджикистану противодействовать контрабанде ядерных материалов из страны, рассказывает Аншер Вонарипов. 13 портальных радиационных мониторов – это высокочувствительные стационарные системы, которые моментально определяют ядерные и радиоактивные вещества. Теперь провести что-либо излучающее радиацию через столичный аэропорт будет невозможно. Оборудование передали таджикской стороне в рамках совместного плана по борьбе с контрабандой радиоактивных материалов. Он был подписан еще в 2011 году и резолюцией ООН по запрету на распространение ядерного, химического и биологического оружия и средств их доставки. Поскольку традиционные средства безопасности, такие как металлодетекторы и подготовление генологов, не могут обнаружить традиционное излучение системы, представляемые ОПЯК, является необходимым и эффективным инструментом предотвращения контрабанды через важные традиционные пункты, такие как этот международный аэропорт. В аэропорту Душамбе говорят, что новое оборудование нужно как воздух. Да и знания о том, как именно определять радиацию, таможенники получили недавно. К сожалению, до сегодняшнего дня у нас было только небольшое оборудование, которое не позволяло в полной мере выявлять химические и радиоактивные вещества. Не было и достаточных знаний для этого. С новым оборудованием мы сможем полноценно проверять прибывающих и вылетающих пассажиров, а также их багаж. Это не первая помощь США Таджикистану в борьбе с контрабандой радиоактивных веществ. За шесть лет страна получила восемь мобильных систем обнаружения радиации, а также специальные рюкзаки для служащих на шести пограничных пунктах. Подобным оборудованием власти страны хотят обеспечить все КПП и аэропорты. Это очень актуальный вопрос для всего мира. Также у нас есть общая граница с Афганистаном, поэтому вопросом о предотвращении нелегальной контрабанды радиоактивных веществ мы не можем пренебрегать. И правительство приняло решение обеспечить все приграничные и въездные пункты детекторами химического и радиационного обнаружения. В планах специалистов Министерства энергетики США не только обеспечить все основные пункты пересечения границы в Таджикистане таким оборудованием, но и взять на себя их полное техническое обслуживание и подготовку необходимого количества специалистов для работы с техникой. Сроки исполнения этих амбициозных планов пока не разглашаются. А премьер Кыргызстана предложил пересадить госаппарат на электромобили. Общественность идею в целом поддерживает, но сомневается в реалистичности ее реализации, разбиралась Дарья Тимофеева. Электрокар в миллионном бишкеке встретишь нечасто. По городу курсируют не больше 70 таких машин. Кстати, популярным экологичный и экономичный транспорт не стал вовсе не из-за цены. Первый вопрос у клиентов – это как заряжаться. Ты им ладно объясняешь, они там в частном доме живут. Если они живут в частном доме – не проблема. В гараже подключаешься. В квартирном доме уже проблема. Это первая трудность с самой зарядкой. Нужна хоть какая-то инфраструктура, где люди могли бы заряжаться. Второй вопрос – как я буду ездить на Искурь. Акбар почти год пытался доказать преимущество электрокаров не только простым водителям, но и властям. Электромобиль в год экономит около полутора тысяч долларов. Его фирма стала первым поставщиком таких машин в Кыргызстан. Поддержки молодой человек пока не нашел. Из-за отсутствия клиентов второй месяц авто не завозят. Мэрия и вообще государство, они в целом просто инертные. Ноль реакций было. Ну ладно, они нам ничего не должны. Было чуть-чуть неприятно, когда мы пытались дозвониться. Уже на четвертый раз они уже не хотели с нами видеться или на третий раз. Хотя у нас все предложения, все было понятно. Это сложно, но это нужно, потому что весь мир этим как бы, ну, везде это есть, везде это развивается. Везде есть тренд на экологию. И только мы там с нормой превышенной в 30 раз и ничего с этим не делаем. Об экологии в правительстве вспомнили накануне. Премьер хочет развивать использование экоавтомобилей. А начать готов с обновления автопарка госорганов. Госорганы должны стать примером. Нужно разработать программу автопарка ведомств на электромобили без выделения дополнительных средств из бюджета. Точных планов популяризации электроавтомобилей пока нет, но выгоду в Кабмине уже посчитали. Это не только развитие бизнеса, улучшение экологии, но и вполне ощутимые дивиденды от международных доноров. Переходя на электромобили, переходя на гибриды, мы открываем для себя возможность получения десятков, а может и сотен миллионов долларов из этих фондов. Потому что мы на деле придерживаемся принципов, которые объявлены вот в этом парижском соглашении по климату. То есть лишних денег у нас в стране нету, а если эти деньги идут во благо народа, то бишь они экологичны и создают новые рабочие места, то, наверное, это было бы хорошо. Вопрос, поддержат ли идею во властных кругах. В обществе не раз заявляли о парламентской протекции транспортных компаний и поставщиков ГСМ. Есть очень большое бензиновое или как ГСМ-лобби, которое привозит ГСМ в основном только из одной страны. Они, конечно, будут какими-то путями составлять палки-колеса, но здесь должно население проявить инициативу, активисты в первую очередь, и надо продвигать эту вид. В соцсетях инициатива уже пришлась по душе. Пользователи интернета надеются, что Кабмин действительно подаст пример, и в ближайшее время кыргызстанцы увидят самого премьер-министра в электромобиле. Нарит Тимофеева, Самат Алыжбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Мобильное приложение «Настоящее время» на ваших телефонах, планшетах и смарт-ТВ. Видеоновости, прямой эфир, программы и сюжеты телеканала «Настоящее время» в удобной для вас форме на ваших любимых девайсах. Переход с маленького экрана на большой и обратно без задержек и сложностей. Дополнительные видео специально для пользователей приложения, которые не увидят зрителей в телеэфире. Приложение «Настоящее время» больше, чем телевидение. Его обнадеживающая, доступная эстетика и богатые цвета сделали его одним из самых любимых и почитаемых фотографов современности. Он неутомимый путешественник, но помимо этого он еще и рассказчик, который смотрит на мир глазами своих героев и погружается в их жизнь, в их истории, трагедии и дилеммы. Мои снимки 11 сентября рассказывают историю, передают, как все было.